Намаскарам, Садхгуру, вы всегда говорите, что я хотел бы знать, как человек может достичь абсолютной интенсивности, но в то же время оставаться абсолютно расслабленным. Этот вопрос возникает из-за фундаментального недопонимания, которое сейчас распространено повсеместно. Сейчас большинство людей такие, что если попросить их стать интенсивными, они станут напряженными. Если попросить их расслабиться, они станут небрежными. Когда вы напряжены или небрежны, ваша способность воспринимать очень сильно сокращается, не так ли? Да или нет? Нет. Когда вы напряжены, вы не видите даже то, что происходит прямо перед вами. Когда вы небрежны, вы тоже ничего не замечаете. Но необходимо быть интенсивным и расслабленным. Субикша только что спрашивала про змей. Если вы понаблюдаете за коброй какое-то время, вы заметите, что она всегда интенсивна и расслаблена. Всегда. Очень интенсивна и очень расслаблена. Только когда ее жизнь в опасности, она может немного напрячься. Рептилии такое позволительно. Да. Но в остальное время она очень интенсивна и одновременно расслаблена. Это также и качество йогина — интенсивность и расслабленность. Над этим необходимо работать. Когда я говорю «работать над этим», я имею в виду, что все, что вам преподается, любая практика, какой бы простой она ни выглядела, если вы отдаете себя ей, она будет с вами делать именно это. Вольтаж вашей энергии постепенно будет расти. Но в то же время она будет становиться все более и более расслабленной внутри вас. Потому что интенсивность и расслабленность являются самыми важными качествами для вашей восприимчивости. Почему я говорю о восприимчивости? Потому что вы знаете только то, что воспринимаете. Все остальное — это просто чепуха. Вы можете верить в то и это, но на самом деле вы знаете только то, что воспринимаете. Да? По крайней мере, вы должны понимать, если у вас возникают проблемы. Да? Большинство людей этого не понимают. Большинство людей не знают, когда у них возникают проблемы. Они думают, что проблемы — это только жизненные ситуации. Жизненные ситуации — это просто ситуации. С какими-то мы знаем, как справиться, с другими — нет. С одними мы хорошо справляемся, с какими-то неумело. Кое-как. Но если вы не знаете, как управляться вот с этим и этим, тогда у вас настоящие проблемы. Но большинство людей этого не понимают. Один миссионер приехал в очень глухую часть Африки. Это было 300 лет назад. И там он оказался в окружении кровожадного племени людоедов. Он упал на колени, вознес взор к небу и сказал, «Боже, я в беде». Ничего не произошло. Тогда он сказал, «Боже, я же на тебя работаю, у меня проблемы, а ты ничего не делаешь». Тогда Бог ответил, «Нет у тебя никаких проблем. Сделай вот что. Возьми камень, который лежит перед тобой, и врежь им по голове вождю людоедов». Вдохновленный таким божественным напутствием, он схватил камень и со всей силой разморжил им голову вождя. Тогда Бог сказал, «А вот теперь у тебя проблемы». Что-то произошло, что-то не произошло, это не проблема. Но когда вы не понимаете, что происходит у вас внутри, тогда у вас настоящие проблемы. На многие жизни вперед, поверьте мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok